Что было с рынками? То есть в данном случае мы сравниваем российский рынок ценных бумаг, индекс доллара, курс доллара и РТС. С начала года, соответственно, у нас получается, что доллар прибавляет 28 процентов с начала 2020 года. Это по состоянию на середину дня 30 октября 2020 года. Индекс S&P500 находится на нулевых значениях. Индекс доллара минус 2,8 и индекс РТС минус 31 процент. Вот показатели российской торговой системы, как себя вели. В исторической ретроспективе картина выглядит следующим образом, что за два года у нас получается, доллар укрепился таким одним, по сути, существенным скачком в 2020 году. Укрепился на 19 процентов, S&P500 – 12,4 процента, РТС минус 8 процентов, индекс доллара минус 1,8. Но при этом получается, на двухлетнем промежутке времени российский рынок более волатилен, чем американский. Волатильность – это значит диапазон движения, диапазон роста и диапазон падения. То есть можно увидеть, что когда есть аппетиты к риску, когда есть ликвидность, российский рынок чувствует себя более комфортно. Когда происходит падение, падение по российскому рынку происходит более глубоко. И здесь можно видеть, что сейчас в настоящий момент, на такой двухлетней ретроспективе, можно видеть, что российский рынок проигрывает S&P500. S&P500, на самом деле, уже пять лет перестал отражать реальную развесовку индекса по экономикам, то есть по секторам экономик. Почему это является важным? По поводу того, как формировать свой инвестиционный портфель, как отбирать компании. Пока что на исторической ретроспективе сравнения российского рынка и рынка США на двухлетнем промежутке видно, что в фазе роста российский рынок чувствует себя лучше, показывает более высокую норму прибыли. Соответственно, здесь не указываются дивиденды, но на коррекциях мы проседаем более существенно. В пятилетней ретроспективе можно видеть, что Россия дала всего лишь 6,5% индекса РТС. Сейчас, опять-таки, в моменте S&P500 дал 50% доходности, доллар укрепился на 27%. Опять же, можно видеть вот эти вот две волны, две волны укрепления доллара, которые мы непосредственно наблюдали. Вот какая обратная корреляция жесткая, когда все падает, как быстро растет доллар, причем доллар к рублю и доллар к другим мировым валютам. Десятилетний промежуток времени, ну и, соответственно, 20-летний промежуток времени, то есть можно видеть, что на более длительном промежутке времени российский рынок интереснее всех других альтернатив. Давайте посмотрим также быстрым взглядом, что происходило с мировыми рынками. Оранжевый график – это, соответственно, Шанхай, китайский рынок ценных бумаг. Синий график – это DAX, Германия. Красный график – это United Kingdom, Соединенное Королевство Англии. Фиолетовый – это Париж. Коричневый – Сан-Паулу, Бразилия, Бовеспа. И розовый индекс – это у нас получается Токио, японский фондовый рынок. То есть вот каким образом ведут себя все эти рынки. То есть здесь мы смотрим, есть и развивающиеся рынки Китая, и Бразилия. Здесь есть развитые рынки. То есть все находятся, в принципе, в одной конве. То есть мы видим, что сейчас у нас октябрь печальный, коррекция происходит по всем рынкам. То есть это можно наблюдать и на российском рынке, и на американском. Вот у нас получается идет коррекция на российском рынке, вот идет коррекция на американском рынке. Вот мы видим, что у нас заваливается. Абсолютно все рынки заваливаются более или менее стабильными. Остается пока что только китайский рынок. Это как бы закономерно, потому что если посмотреть по амплитуде движения, кто валится сильнее всех, у кого более вертикальное падение. То есть очень сильно падает Германия, очень сильно падает Франция. Сильно падает Англия. Ну то есть развивающиеся рынки, они уходят на карантин. То есть уходят на карантин, и соответственно падение здесь на рынках очень и очень существенно наблюдается. Существенно это когда падение составляет порядка 10% за неделю. Практически 10% за неделю. Опять же историческая ретроспектива. Вот на годовом интервале видно более глубокое падение. То есть опять же не Россия. Россия не является исключением. То есть можно было бы сказать и сделать вывод о том, что когда мы смотрели на рынок России в сравнении с американским, что Россия такая вот выдающаяся. Вот посмотрите, экономика Бразилии очень схожа с российской экономикой. Тоже можно видеть, что в ретроспективе там одного-двух лет инвестиций. То есть показывает более высокую доходность. То есть когда низкие процентные ставки, когда развитые рынки стоят достаточно дорого, капитал идет в развивающиеся рынки. Здесь, соответственно, больше покупателей, более высокая норма прибыли образуется. Ну и, соответственно, когда происходит бегство от риска, то амплитуда движения, амплитуда падения более существенная, более глубокая. То есть вот, допустим, вот коричневый график – это индекс Бразилии. Китай, наверное, уже сейчас перестали относить к развивающимся рынкам. И видно, что, соответственно, амплитуда движения по развивающимся рынкам более существенная. Был отскок – это очень важный момент, да, то есть когда коррекция, отскок и снова коррекция, потому что он тоже об очень многом и на самом деле опасном может сигнализировать. Вот таким образом вели себя мировые рынки. Ну и, соответственно, за 5 лет рынки практически, ну, за исключением Бавеспи, Бразилия показывает там практически нулевую доходность. Рынки акций. За 20 лет, соответственно, тоже здесь у нас лидируют развивающиеся рынки. В среднем 5% среднегодовая доходность рынков за 20-летний промежуток времени. Вот, что хотелось сказать по поводу быстрого взгляда на основные активы, каким образом они себя вели играть в перспективе и на мировые рынки.